Куда-куда-куда-куда бы больше. Да некуда уже больше, надо заканчивать. Туркайф уже перестанет просто отображать преимущество будет. Uninspected. Так, ну и что? По миду. Крипы зашли, Разор тоже здесь. БКБшка пока на КД. 40 секунд ещё, кстати, много. Ну вот, видимо, без... А, хотя Разор просто зашёл на ХГ и пару плюх дал по тавору. Ну, снял ему треть ХП примерно. Неплохо. Ну вот, снизу пятером уже. Так, крест. На крест посадили Шарфика, у нас здесь Торен должен по нему залетать. Хорошо залетает, Шторасперин обрывается, Шарфик подтягивает, корабль залетает, отлично. Мгновенно Шарфика просто раперзали, тут же он делает мгновенный байбэк. Андроид отлетел, Шторасперин, который под БКБ слетает, ну и тавор будет бить. А Чилл этим временем просто зашёл ТТ. Пытался забрать вышечку, не вышечку, Лондруида, которого кулдаун на Медведя. Если бы он сейчас убил вызванного Мишку, то это был бы полный Гудгейм. Сейчас он полный, а там был бы совсем полный, потому что не представляю, чем он не будет. Шарфика, да, и даётся Торрент, подкидочка, связочка и минус. Ещё проходит крит по Медведю. Он умирает. Он падает, и 20 секунд его не будет, здесь потерял всё-таки Аеги Шторасперин. Всего лишь Аегис. Всего лишь Аегис. О, хорошо! Что-то как по тайме, плач. Сейчас связочка подвоим, минус 2 сделали. Фонтан играет сильнее. Фонтан сильнее играет, да. Вот Фонтан реально классно играет. ТПС у него хороший, да, это конечно не стоит от этого отказываться. Ну и тут же мгновенные тп-ауты, ну Тавр, точнее Лайм потеряли сейчас команду Зерейдж. Блумер только что летел на 1950 маны. У нас даже собака за окном офигела. У вас там Лай даже слышно в студии, что ли? Тут очень сильно всё слышно. Ты рад, что сегодня нет чувака, который сверлит стены? И Шадоу Демон даже имеет 3600 по Нетворсу, посмотри. Первое место Кунка 19200, 17500 Разорси, 15700 у Шторм Спирита, 14 у Лун Друида, 9 у Шадоу Демона. Вот так вот. Ну вот разве Шадоу Демон только немножко подкачал свою команду? Нет, подкачал Шарфик. Подкачал Шарфик? Меньше чем у суппортов, да. У всех суппортов, кроме своей команды. Всё, реально третий с конца. Вот сейчас только чуть-чуть больше Лина под фармей, потому что ей пришлось купить ещё. Она купила себе форстаф и забрала ещё один гем. Шадо Демон, кстати, у нас с этим появляется, с Никтон Микон. Правда, пока первого уровня. Всё для пуша, смотри, просто жесть. Ну и пошли под смоком команды Зерейдж, вот она. Попытка такая, скажем, последнюю драку где-то провести вне своей базы. Ну, понятное дело, что они её проиграют и... Потому что по центру идут... Так, затем придут возвращаться. И, да, надо попробовать зайти им в спину. Убить саппортов до драки и потом уже разбираться с Разором, чтобы спиритом и кункой. Что, скажем, всё равно ничему не приведёт, я думаю. Потому что там ПКБшки, корабль и всё. Этого уже хватает. Просто бить с руки. Ну что, с крипами заходят. Тут же, наверное, ТП сделали команды Зерейджа. И недвижонок оттягивает от себя крипов. Пошли на Крэнмиконы. Тавр падает. Осталась у него одна треть хп. Ну и стяжечка хорошая тут от Хакона залетела. В принципе, может, Чирилю немножко подамажить. Вот, пол ХП ему сняли. Ну и всё, на шарфика. Но продолжения драки нет. А где ШТРА спирит? Почему не воролся в шарфик? Потому что вы излюбленные занятия просто. Не знаю, но Дорошан еще пять минут. Не очень хочется ждать. Ну, нам не хочется ждать, а ПКБшки, по-моему, я понимаю, да. Нет, нет, они полезутся. Уже полезутся. Есть доминатор в Кунке. Настолько он серьёзен. Так, ну и Тавр, Тавр, Тавр падает. Разорвал себе, забирает. Ну и бараки теперь остались. ШТРА спирит вот ждёт, ждёт своего момента для того, чтобы ворваться. Тут и, видимо, опять шарфика. Я уже говорил, вот именно его запирается здесь он стягивать. Единственное, что может помешать сейчас грамоту, то ФРСи всё сделать, это стена от шарфика хорошая. Плюс тяжко. Войду этого очень боятся. Будет мастерство одного удара. Умирают крипы. Вот медведь, который постоянно оттягивает на себя крипов, вообще неприятная штука. Это вдеанс, да. Это здорово, конечно, что он есть. Вот Чрилли, не боится ничего, пара ударов, бараки. Потихонечку горят. А вот снизу крипы уже зашли, то есть надо пользоваться. Сейчас вынуждена будет команда Зереджа переключать своё внимание именно на нижний лейн. Ну и здесь уже ФРСи вот заходит опять Разор. Ну, я так думаю, что ФРСи должен уже влетать просто и всё решать. А куда им торопись? Сейчас они потихонечку раз за разом вот так вот захотят. Ну да, в принципе, пара, да падает. Барак умрёт, всё, это же не вышка. Попытка шоколшота. Станчик. Медалечка. Ну стоит отметить, что Зереджа пока грамотно на дефе стоят, то есть, ну вот. Хотя бы не представляется. Вот заходит, хорошо шарфик поставился, не можно поставить стеночку, опять от него хекс, сульта, минус. Заходит корабль по мишке, мишка умирает, также заходит хорошо с плюс демиджем. Плюс 112 на составе Разор и умирает Андроид, теряет ещё один гем. Падают параки, мид тоже падает, остался по плейн, ГГ пишет на шарфик. Что ж, поздравляем команду FourFriends, начали со второй победой на сегодняшний день. Ну как их захватили доминацию в начале игры, так они... Так и спускали, да, здесь открыли график, но можно видеть, что просто он шёл всё время вниз. Уже почти 40 тысяч по голде, 40 тысяч по XP и добьют они, я думаю, это преимущество. Так, и скурка сейчас у нас времени, как хорош, как раз 6 часов по Киеву. Значит, будет 5-минутная реклама и мы ворвёмся на следующий матч. Я тебе туда наберу. Окей, окей, давай. Всем пока, ещё услышимся. Дамы и господа, следующий матч нас ждёт. Команда The Trash попробует отыграться против команды Empire. И переключайтесь. Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок. Билет уже в продаже. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 по этой маминой линии, допустим, до третьего колена, это уже да. Это уже пауза. Это уже пауза, можно так вот. А это так, этот, лёгкое, скажем так, дуновение ресниц там. Моргнул, моргнул. Ещё проблема в том, что из-за этих танков, на которые забрали у нас Вилата, они ещё сидят на том же самом канале интернета, и поэтому то ли из-за твича, то ли из-за этого какие-то подлаги у зрителей некоторых наблюдаются. Да? Да, по-моему, всё-таки делают твичи именно в вашей геолокации, то есть какие-то проблемы с серверами. И, допустим, у пользователей из Москвы проблем нету. У пользователей из Сургута просто поголовно у всех лаги именно на вот этом Канаре, там у кого-то ещё где-то. Не знаю, вот всю жизнь смотрел Старладер на твиче с Казани, и никаких проблем вообще не было. Да, это же фигня из Москвы, то есть каждый раз пишут там лаги-лаги, и я еду, проверяю. Всё работает, ну просто на ура. Ну, это стандартная ситуация, у кого-то лагает, у кого-то нет. Это уже избитая тема, скажем так. Так, ну что, команде Зерейдж надо выигрывать, наверное. Вторую подряд проигрывать как-то не очень. Да, это, во-первых, будет жёсткая минус-мораль, потому что они сегодня начали хорошо делать, обыграли Рокс Киз где-то на тренировочке. Ага, ну то есть нормально заряд-то получили? Да, да, и потом вот такая вот потеря, я бы сказал, настроя из-за поражения от Фор Фрэнс и Шрили, и сейчас Эмпайр, конечно, хоть и со стендинами, но они всё равно не слабые соперники. Всё-таки мы знаем, как играют Скандал, Блава, Лост. Ну кто такой Лост тоже, да, все знают. Да, вот, 11-е место занимают сейчас. Зерейдж у них 7 игр, 3 победы, 4 поражения, 14-е место, Эмпайр у них 12. Эмпайр, ты вообще окажешься, брультсера. Дх, а я про что? Они вот могут вылететь, если проиграют ещё пару игр. И по ходу дела, что стыковые матчи придётся играть прямо сейчас. Так, а пару играх у них всего 3 осталось, вот с учётом этой 2, получается. То есть если приграть ещё 15-15 игр, всего у них, по-моему, 12 уже есть, нет, 3-дель. Да, да, но вот одна игра сейчас, а сейчас и ещё одна. А, ещё одна? Коман 15 игр. Сами с собой-то они не играют. Нет, ну здесь просто я в таблицу смотрю, у них сыгран 12-ти игр. На сайте одна, у меня вторая, и там непонятно. А, ну понятно, ладно. У тебя инфа по-настоящему. На сайте основная, нет, на сайте правильная. А, на сайте правильная? Ну тут не запись на 12 игр, то есть осталось ещё 3. Это игра, плюс ещё 2. Я просто смотрю, у меня вот сейчас, и там вот другая информация. Ну, у тебя верная, так что смотри на неё. Окей, good. Ну да, Эмпайр, конечно, если Лост вылетит из Star Series на StarLadder, это, конечно, будет что-то с чем-то. И вот пауза затянулась, затянулась. Обычно Каспер засекает 10 минут, но я ленивый, и мне было впадывать. Ну, допустим, я от сейчасшнего момента это сделаю. Засекать будешь? Да, 10 секунд. Это уже признаки маразма какого-то. Засекать, сколько пауз идёт. А, подожди, тут какие-то ограничения есть по правилам или чём? Есть, есть ограничения, что пауза не может быть больше, по-моему, 10 минут. На команду, в общем, да? Ну, на одиночную паузу вроде как. А, на одиночную паузу. Да, и вот, если что, их слимчик, оказывается, слит, уже 2 минуты прошло, и я засёк. Слушай, секундомеры уже, наверное, добавили. Да, нет, всё есть, ничего, нет, тут подход серьёзный. Не должно быть никаких стендинов со Star Series, не должно быть никаких опозданий на матч. Если я позвоню на 5 минут, у тебя отнимают энное количество бонусного времени на пик. Если опаздываешь на 10 минут, то больше, почти по 90 секунд, тебя заберут от бонусного тайма. И на 15 минут это тех поражение. Слушай, слушай, подожди, вопрос такой-то возникает. Забирают бонусное время, это как-то можно сделать технически? Да, 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 это прямо встроено для хостов, то есть есть такая возможность. Круто, 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 круто. Вот же здорово. Есть что забирать, теперь есть как наказывать. Ну, так и да, и вот, допустим, вчера так получилось, что команда Квантик поменялась с никами на игру. То есть, допустим, Габлак играет на дереве с никами. А, это я слышал тоже вчера. Да, и Вилак, конечно, вчера немножко на это дело обиделся и обещал срезать у них фулл бонус тайм вот два раза подряд. Ну, а система наказания работает, это здорово. Ты сам-то на кого думаешь, кто тут нас победит? По пику лучше смотрится Эмпайр. Поприятнее саппорты, поприятнее кэри. Не знаю, я от этого Sky, если честно, недолюбливый немножко такой... Он противный просто даже, что он, что нюкс, да, вот два героя, которые вот Red Dot показывают, когда вот ты вот идешь, вроде бы все замечательно. И этот вот, еще Фуриона не хватает для полного счастья. Да, 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 вообще такой, три таких противных героя будет просто вот инфинкет. Просто ты и заворачиваешь себя грустного кота, потому что все, как бы беда. Сказал уже не выдержал, смотри, просто долго он. Нет, а я вот за счет пика венги, скажем так, вот свое предпочтение отдам лучше команде Z-Rage. Ну и Мирана тоже, довольно-таки интересно все-таки посмотреть за этими Эрро. Да, да, посмотрим, я тут пока ругаюсь на них. Все-таки время идет. Нельзя опаздывать, потому что вчера мы минут на сорок, по-моему, отставали от графика сегодня, пока идем по нему. А танки на четыре часа от... 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 первоначально задушек. Дождь, а танки сейчас это лан там идет, да? Сейчас, да, здесь, короче, у них здоровенный ивент, который рассчитан, по-моему, на почти что полтора года, с призывами почти три миллиона долларов. Ого. Да, это все серьезно, и вот они устроили сынешную часть варенья, привели кучу народу, там, поставили три пункта. А вилат, а вилат, это как? Вилат, он там тамадой работает, то есть он проводит конкурс, раздает танки, голду. И проблемы. Проблемы. Ясно, понятно. Ну, вот, а с другой стороны, что сделаешь? Вот вылетел, там, интернет у него, там, ком сломался, не знаю. Десять минут, это достаточно, чтобы что-то придумать. Поэтому вот у них сейчас осталось, получается, еще около шести пяти, и потом придется отжимать паузу. Ну, как бы, мне, опять же, это не сильно нагнетает, а вот по правилам, как бы, надо, чтобы... Самое печальное только то, что вот неладно в одной игре, там, пауза, что вот эта пауза одна может, скажем, скорректировать весь график на дальнейшие игры. Да, 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 то есть... И все рушится просто, все идет не так, как надо. Самое печальное, это когда, вот, допустим, одна команда сидит на хосте, а вторая играет 80 минут, и потом еще все 15 минут заходит, и в последнюю секунду заваливают самую-самую последнюю. То есть ты уже вроде бы готов, я не знаю, не сквалифицировать, а они зашли, то есть надо начинать, и ты уже с отставанием в полчаса продолжаешь игру. Ну, да, да. Так, ну, а следующие игры, насколько я знаю, T7 против команды Power Rangers и Empire против Power Rangers. Именно так. Ну, Pair, это то, где игры нам будут показывать, да? Интересно. Да, посмотрим. У них тоже такая ситуация себе. Pair, да, тоже. Это неприятное сложилось. В конце таблицы я вижу, они 13-е место пока занимают. Если вчера были матчи между командами, которые, скорее всего, поедут на лан-финал, то сегодня это матчи между командами, которые хотят остаться в старт-серии. Ну, а сайдеры. Как бы да. Такой себе матч в этом плане. То, что не будет. А подожди, а ланы когда будут? А лан-финалы? Вилат, когда будут лан-финалы? 4 июля. А, ну, то есть сюда лан-финалов-то далековато. То есть большой промежуток будет, как я понимаю, да? Ну, так осталось несколько дней, я официально сезона. Ну, да, да, то есть, например, ну, вот я думаю, до следующей недели закончится уже, да? Вроде как, да, сейчас у меня расписание есть, я посмотрю. И две недельки там, потом он, ну, достаточно больше. Ну, сейчас будет, по-моему, дарим-хак. Будет прерыв на него. Так, расписание, расписание, расписание. 4-е числа. 4-е числа, вот, говорит, последний день. А 15-е начинается. Ну, до следующей недели закончится, да. Да? 5-е. Там уже ФНГ. Говоришь, что, белорусы. И у тебя будет заслуженный отдых. Не, у меня завтра начинается. А, то есть ты уже завтра, что не у меня, все, да? Да, да, да. И чем будешь заниматься, ну, короче? Сессию буду сдавать. А, так ты еще и учишься. Да, это ты диплом сдал, а я тут... Это я диплом сдал, я вообще себя как царь чувствую теперь. От армии бегаешь. Ну, как бегаю. Прописано в одном месте, живу в другом, поэтому... Поэтому, может сказать, что и бегаю, да. Это же такая же фигня, и я не это... Не переводил в своей инкомате, поэтому они меня потеряли. Потеряли? Ну, вот меня тоже потеряли, не знаю, найдут ли. Тут мне как бы еще искать 5 лет меня надо. Такое... Вопрос очень остро стоит. Так что, если внезапно у меня со скайпа не беспокоить будет оффлайн, знай, что у меня больше нет. Что будешь через год. Так что я прибуду через год ровно. Да, у нас пока еще небольшой перерыв в Super League в ней ходит. Было 3 дня матча.